Помощник атамана, донской соловей Митрофан Багаевский, крикнул ему злобно. Иными словами, вы предлагаете передать власть большевикам? На это атаман ответил, что пусть войсковое правительство поступает так, как ему заблагорассудится, и тотчас покинул заседание. Ушел, тяжело ступая, в боковую дверь, к себе. Он взглянул в окно на мотающиеся голые деревья парка, на безнадежные снежные тучи. Позвал жену, она не ответила. Тогда он пошел дальше, в спальню, где пылал камин. Он снял ту журку и шейный крест. В последний раз, словно не вполне еще уверенный, близко взглянул на военную карту, висевшую над постелью. Красные флажки густо обступили дон и кубанские степи. Игла с трехцветным флажком была воткнута в черной точке Ростова. И только. Атаман вытянул из заднего кармана синих с лампасами штанов плоский теплый браунинг и выстрелил себе в сердце. 9 февраля генерал Корнилов вывел свою маленькую добровольческую армию, состоящую сплошь из офицеров, юнкеров, кадет, обоза генералов и особо важных беженцев из Ростова-Задон, в степи. Маленький, с калмыцким лицом, сердитый генерал шел в авангарде войск, пешком, солдатским мешком за плечами. В одной из телег в обозе ехал, прикрытый тигровым одеялом, несчастный, больной бронхитом генерал Деникин.